Привет, мои сладкие, привет, мои хорошие тигурятки! Как давно мы с вами не виделись! И это первые входящие письма в этом году, в 2019-м. Это вся почта, которая пришла мне за январь, уже февраль наступила, и я тут собрала такую ступочку писем, и мне пришла всего одна открытка. Вообще почта как-то, ну, мало приходила бы в этом месяце. Я думаю, что просто все как-то заняты, и у меня пока нет времени отвечать. Поэтому письма чуть-чуть медленнее будут приходить, но я обещаю, что в марте вы точно получите все свои ответы. Итак, первый открыток. Я участвовала в обмене в Инстаграм. У одного из блогеров нужно было просто под постом написать, я хочу отправить открытку, или я хочу получить открытку, и тебе пишет человек, который пишет, я хочу получить от тебя открытку, и вот так вот все другу пишут, обмениваются открытками. Я свою еще не отправила, но собираюсь отправить ее в это месяце, и мне пришла вот такая вот классная с ежиками, очень-очень милая. И наоборот, она не менее мило оформлена. Здесь просто потрясающие марки, очень красивые, особенно вот эта серия марки мне очень нравится, я бы хотела собрать всю коллекцию. И очень красивая такая наклеечка с ежиком, она переливается разными цветами. Вот, очень-очень классные. И тут бабочки мои любимые. Далее я, наконец-таки, получила ответ от Тани Поть из Беларуси. Давайте посмотрим, что внутри. Я еще него не открывала, вообще ни одно письмо еще не открывала. Ждала, когда буду снимать видео. Здесь вот такой вот фолдер сделан. Давайте понять, где начало и где конец. Давайте-ка, снимем лисбичевку. Наверное, все же вот так вот. Очень-очень красиво. Бумага такая приятная. Оп. Сразу все здесь выпало. Итак, здесь у нас Mail Tag. Итак, я решила выбрать все лишнее из кадра, потому что так намного проще. Здесь был Mail Tag на безумно красивой бумаге с золотым тиснением. Так классно сделано. И здесь у нас вопросы, на которые нужно ответить в письме. А также здесь был конверсик, где содержатся наклейки для посткроссинга. И это безумно круто. И это очень-очень необходимо мне. Просто я безумно тебе благодарна за это. Огромное спасибо. Все эти наклейки очень нужны мне. С этой стороны у нас интересный вишневый чай. Я даже не знаю, у какого производителя или какой страны. Может быть, это польский чай или литовский, эстонский, не знаю, ну, близлежащих стран. А здесь у нас конверсик, в котором содержатся стикеры. Давайте посмотрим. Вот такие прикольные наклейки здесь были. Они все маленькие, такие миниатюрные. Мне из всех, больше всего, понравился вот этот медвежонок. Он очень прикольный, такой стильный. Вот эта лампочка и вот эта единорожка. Они подойдут для оформления открыток по постпрессингу. Поэтому тебе огромное спасибо за них. С этой стороны у нас рисунки на акварельной бумаге. Вот так вот. Такой прикольный, милый арбузик. И вот такой вот Дед Мороз. Санта Клаус. Также здесь само письмо. И открытка, которая очень-очень плотная. Я такую не видела. Это уже вторая плотная открытка от Тани. Не знаю, может быть, в Беларуси делают такие открытки. Такая типография. Они как картон. Они очень-очень плотные. Вот здесь у нас миниатюрка такая вот из Золушки. Кадр. И с этой стороны послание. И очень красиво оформлено. В подходящем стиле к самому письму. Спасибо большое, Таня. Мне очень-очень приятно. Далее идёт письмо от Сухановой Дарьи. Это мой новый собеседник. Он написал мне в Инстаграм. И им отговорится о том, что мы будем переписываться письмами. И ей несложно будет долго ждать от меня ответа. Я ещё не смотрела, что здесь внутри. Но здесь что-то очень прекрасное. Так, здесь столько всего. Ух ты. Давайте вот так вот. Вау. Очень классная бумага. Очень красивая. Прям очень. В таком винтажном газетном стиле. В основном вот это очень классное. Мне для дневника просто идеально. Такая бумага. Большое спасибо тебе, Даша. Далее здесь идёт письмо. И всё остальное у нас запрязано в такой вот пакетик. Здесь прям так основательно запаковано. Опа. Да. Да, вот так вот прикольно. Фолдер оформлен. Так классно сделано. Здесь у нас ещё выпали вырезки журнальные, наверное. Или распечатки. Ага, распечатки, скорее всего. Такая вот карточка полароидная. Как из Инстаграма. Это открытка. Вот затем у нас вот такие красивые отрезы бумаги. Такие вот. Кажется, я знаю. Это похоже на блокнот, который от Exmo, где много-много красивых страниц. У меня есть пара таких блокнотов. И там тоже такое похоже оформление. Давайте посмотрим, что внутри этого фолдера. Оп. Ух ты. Господи, как много всего. Опа. Вау. Так. Начнём с малого. На этой стороне у нас мини. Такая открыточка. Это может быть такой тэшик. Очень красивый. Тоже переливается. Да. Да. Это мой автек. Хочу сказать, что это безумно красивая бумага. Просто безумно красивая. Здесь у нас несколько чаёв. Здесь у нас несколько чаёв. Это ромашковый. Потом мой любимый. Препереклянгло. И вот такой вот премиум осам. У нас здесь лежит конвертик. Вот такой вот красивый. Вот. Ну он, конечно, пустой. Да. Это просто подарок. Такой красивый конвертик. А здесь у нас скреп вырезки. Тоже очень красивые. Такую летнюю тематику. Мороженка. О, вот это очень милое. Сладкие мгновения. Небо на ладони. Солнечный зайчик в волосах. Яблочко. Ананасик. Затем у нас просто игрушек. Такие вот вырезанные картинки. Тоже. И вот такие вот. Так, а с этой стороны у нас, как я понимаю, здесь наводки скотчей. Очень-очень классные. Вау. Голографик. Я обожаю просто голографик. Здесь вот такие маленькие прикольные. Потом чёрное кружево. И какой-то голубенький. С Новым годом. Да. Ух ты. Вот ещё есть. Голографический. Ух ты. Я такой кружевной. Вау. У нас также здесь стикеры. О май гад. Затем у нас здесь вот такая. Такие собачки. Вот это очень красивое. Такие вот домики. Сейчас покажу. О, прикольная наклейка. На варенье. Вот. Вот такие прозрачные наклейки с домиками. Даша, хочу сказать тебе огромное спасибо за твоё потрясающее послание. Здесь столько всего полезного, столько красивого. Видно, что ты старалась. Это первое письмо, оно уже такое крутое. Я безумно тебе благодарна. И уже прям представляю, как я буду писать тебе ответ. Спасибо тебе ещё раз. Далее я получила письмо от Лилии Кац. А я уже смотрела его. И оно просто потрясающее. Вы сейчас сами убедитесь в этом. Так, здесь само письмо. А также классная открытка с гусиками. Прям моя тема. Вот такой вот фолдер. Просто миниатюрный. И здесь засушенная бабочка. Настоящая. И цветок. Гербарий здесь тоже. Просто удивительная работа. Сразу набивает какие-то ощущения от просмотров более старинных работ. Например, 18 века. И будто бы окунаешься в те времена. И так. Вот здесь всё выглядит вот так вот. Всё на ботаническую тему. Как я люблю. Здесь должен был быть карман. Но он... В общем, он не держится. И здесь у нас вот такая вот вырубка. И чай. Такой лесной ягодой. Очень люблю этот чай. Также здесь у нас конверстик. Который у нас здесь лежит сам гербарий. Который у нас здесь сыпется. Чтобы его не разрушить, я аккуратно просто приоткрою и покажу. Вот так вот. И также здесь вот такая откидная сторона. Маленькая. У нас тут немножко стикеров есть. И у нас здесь ломокоскотча. Такого. И вот здесь вот стикеров. Такой. Я не знаю, каким образом. Но именно твоё письмо, Лиза, оно не записалось. Видимо, телефон заглющил. И поэтому видеоролик не сохранился. Мне очень обидно. И мне очень жаль, гневидят. Я-то хотела его показать и показать. Свои эмоции, когда я его открывала. Но просто хочу сказать, что. Знаю, что оно меня поразило. Во-первых, оно про мой любимый Петербург. И там безумно красивые распечатки. Фотографии Петербурга. И открытки. И само письмо очень душевное. И я очень-очень сильно его ждала. И я хочу просто ещё рассказать, что я очень тебя люблю, Лиза. Жди от меня ответ. И я очень надеюсь, что однажды мы встретимся. В нашем любимом Петербурге. И вместе прогуляемся там. И выпьем чашечку кофе. Ещё раз спасибо тебе за твоё душевное, прекрасное письмо. И, наконец-таки, последнее письмо, которое я безумно долго ждала от Насти из США. Я безумно-безумно долго его ждала. И, наконец-таки, я его получила, как всегда, большой такой пухненький конверт. С кучей всего интересного. Я только сейчас его открыла. Поэтому я не знаю, что ждёт меня внутри. Это так мило, что Настя посылает личные фотографии. И я безумно люблю это. Потому что я хочу сказать, что раньше, когда мы только начинали переписку... Вообще, люди, которые начинали переписку в начале 2000-х годов и ранее, да? Мы всегда обменивались фотографиями. Мы делились друг с другом в письмах самыми своими особенными моментами в жизни. И эти фотографии нас как-то погружали в жизнь друг друга. Мы узнавали друг о друге больше. Мы становились ближе. Сейчас этого нет. Сейчас люди не присылают друг другу фотографии, потому что есть Инстаграм или есть ВКонтакте. Но, как мне кажется, куда важнее вкладывать иногда из раза в раз фотографии из своей жизни какие-то моменты. Пусть они будут даже распечатаны просто на чём-то или вклеены в письмо. Но те, кто не выкидывают письма, как я, да? Они ещё больше будут ценить эти письма, потому что перечитывая их через время... Я это делаю, кстати, да. И тогда вы будете снова смотреть на человека и вспоминать какие-то те моменты, которые он рассказывал. И вам будет казаться, что вы тоже там присутствовали. И это просто прекрасно. И всегда фотографии это очень-очень ценно. Поэтому я безумно люблю это всё и очень ценю. И советую вам тоже так делать. Итак, внутри нас ожидала зима. Такая классная бумага. Мне так всё это безумно нравится. Всё такое милое. Ух ты, вау! Это же просто... Будто бы из моего детства. Вот эти вот пум-пунчики блестящие. Как на ёлочку. Это так красиво. Ой, какая прелесть. Просто бумага шикарная. Прелесть. Интерактивная книжка. Такая вот красота здесь. Очень-очень красивая. Так что такие вот дела. Такая вот почта. И так вот начался год. Очень насыщенно и объёмно. И я безумно благодарна просто каждому из вас за то, что вы пишете письма, за то, что вы не забываете. И за то, что вы со мной. Я вас всех очень безумно люблю. Я желаю всего вам самого прекрасного. Пусть этот год будет очень продуктивный, насыщенный и полный волшебных моментов. И я просто всем любви. Вот так вот. Всем добра, тепла, уюта. И пусть ваши мечты сбываются. Да. Не устану это повторять. Пока-пока. Пока-пока. Пока-пока.